Струили гаражи, как они хотят? Вот сейчас на вашем беду видно тротуар, который был построен еще в советское время. Большинство жителей данной улицы, улица Сукурово, Кропоткино, все вышли именно на тротуарную часть советского время, которая была построена. Получается где-то 61 объект заборов, которые вышли именно на тротуарную часть, который существующий тротуар. Поэтому мы хотим вернуть тот облик, который был еще построен в советское время. Для этого она муниципальная, нет ни одного документа, который говорил, что это частная собственность. Мы не трогаем частную собственность. Мы только просим освободить муниципальную землю, чтобы мы могли построить дорогу, инвив counsel и тротуарную часть, которую существует, просто поставить на место. То есть компенсация жителям не предусматривается в этом случае. Мы не предусматриваем, потому что это муниципальная земля. Самовольно они вышли на тротуарную часть, в муниципальную землю. Если была бы у них где-то частная собственность, мы оплатили бы компенсацию или выкупили по рыночной стоимости. Сейчас это на какой стадии? Идут какие-то суды? Нет, суды не идут. Сейчас проводится разъяснительная работа. Работает АКИМИАТ, МТУ, которые проводят с жителями то, что необходимо в течение месяца освободить муниципальную землю. А почему эту работу не проводили 2-3 года? Нет, работа проводилась. В 2019 году уже здесь комиссионно мы выходили. К каждому жителю приходили, говорили, что вы вышли на муниципальную землю. Когда начнется дорога строя, прошел сразу освободить. Они тогда были все согласны. Только несколько жителей были против. Они писали и администрацию президента, разные органы писали. Но мы им показывали, что это все муниципальная земля. У них нет удовлетворяющих документов, что это их земля. По всем документам госрегистры и всех необходимых службах это является муниципальной землей. Здесь жители еще возмущались, что уйдут посадки, даже деревья, которые рядом с вами. Что их будут тоже сносить, чтобы расширить дорогу. Дорога не расширяется, я вам сразу скажу. Дорога будет строиться по существующей, которая вот 9 метров была и 9 метров остается. Поэтому, получается, мы строим ирригацию. Ирригация идет 2 варианта работы своей. Это полностью получение таянной воды, дождевой воды и полив зеленого насаждения. Поэтому здесь у нас только не вышли на ту землю, которым необходимо построить ирригацию и построить также тротуар. Тротуар необходим для обеспечения самих горожан, самих жителей этой улицы. Так как здесь много детей, если не будут тротуарные части, это будет опасность для самих же горожан города Бишкек.